Добрый день, дорогие друзья! В советское время молодёжь не имела такого разнообразия развлечений, как сейчас. Не было смартфонов с соцсетями, компьютеров, тоже не было. И самым главным, и любимым, пожалуй, развлечением были дискотеки. На дискотеке можно было весело провести время с друзьями, пообщаться с противоположным полом, ведь ночных клубов тоже тогда не было. Справедливости ради нужно сказать, что танц-площадки в Советском Союзе существовали всегда, с самого его начала. До конца 60-х годов на танцах понятий дискотека тогда ещё не было. Играла живая музыка с местным вокально-инструментальным ансамблем, часто копирующим западную эстраду. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в середине 80-х годов прошлого столетия. Некоторые источники сообщают, что первая в СССР дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки в Советском Союзе часто приходили первыми именно в приграничные республики. Конечно, на дискотеках звучала в основном западная музыка. Однако именно в этот период стали активно набирать обороты советские вокально-инструментальные ансамбли. Эра диска действительно один из лучших периодов в истории музыки. Именно под эти ритмы отжигали миллионы советских подростков и молодых людей в нашей стране. Так что это всегда приятное напоминание о молодости. И в Советском Союзе делали диско, причём не хуже зарубежного. На нашем концерте вам предоставится уникальная возможность окунуться в атмосферу лучших дискотек советского периода. Вас ждёт калейдоскоп популярных ретро-исполнителей, среди которых легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй! Песня» под управлением Аркадия Хаславского. «Я здесь вина, может пойму, ты мне ответь! Вечно одна, ты почему, где твой немец?» «Я здесь вина, может пойму, ты мне ответь! Вечно одна, ты почему, где твой немец?» «Вия, здравствуй! Песня нового тысячелетия» благодаря своему блистательному современному образу на большой эстраде стал стремительно заявлять о себе широкой публике и получать приглашение на гастроли, а также на участие в престижных концертах и съёмках различных телепрограмм. «Ищу я лишь её, лишь любую мою, ты лишь она одна мне нужна!» «Ты ведь не знаешь всё, ты скажешь мне, она, она, не она!» «В настоящее время группа «Здравствуй! Песня» — востребованный коллектив, который регулярно проводит концерты. По вашим многочисленным просьбам на нашем концерте всех женщин с праздником поздравит вечно молодой Василий Савченко. Солист ансамбли «Электроклуб», «Аракс», «Купе», «Синяя птица», «Пламя» — легендарные. Но такие разные музыкальные коллективы, которых объединяет одно, точнее один — Василий Савченко. Минувший май, минувший май, нам не вернуть, где ты и я, где ты и я. Музыка в жизни вокалиста появилась раньше, чем девчонки уроки в школе. А спустя годы певец подарил слушателям свои бессмертные хиты. Узбекская певица, которая смогла снискать славу в своей стране и далеко за ее пределами. Исполнительница — народная артистка Узбекистана. Малина вытерет, сладкая река. Малина вытерет, течет издалека. Малина вытерет. Ты никогда не грустна, ты блин, губы, ау, как вкусно! А даровитые певицы знали не только на родине, но и за ее пределами. Победа на конкурсе с песней по жизни, лауреатом которого она стала, принесла песня «Лань», которая очень понравилась публике и стала настоящим шлягером. Однако значительный успех пришел к Наталье в тот момент, когда она была солисткой группы «Я лад». Исполнение озорной девчонки и канатоходцев покорило сердца публики и надолго осталось в памяти благодарных слушателей. «Если ты не трусоват, свой ступишь и на канат, быть певцом и музыкантом для мужчины, мама, говоря...» «Бака-бака-бань, до ой-дай, если упадешь, не плачь, отстань!» «Бака-бака-бань, до ой-дай, если упадешь, не плачь, отстань!» В 90-х годах прошлого столетия певица окончательно перебралась в столицу России. Сегодня Наталья продолжает развивать карьеру исполнительницы. Артистка активно выступает с концертами в разных городах и странах. Также певица трудится педагогом и помогает молодым дарованиям. А вот интересно, почему человек любит слушать песню или инструментальную музыку, которая, казалось бы, уже прослушана миллион раз, а любит слушать вновь и вновь? Может быть, цепляет молодость или воспоминания добрых событий? На самом деле всё не так просто. Психологи объяснили, когда человек слушает любимую музыку, то это позволяет ему восстанавливаться изнутри. Биологический ритм человека настраивается на ритм музыки. Это способствует восстановлению внутреннего состояния и даже улучшению работоспособности. Оказывается, музыка не просто цепляет. Она позволяет жить, наполняет позитивом, положительными эмоциями. А я напоминаю, 8 марта, киноконцертный зал «Панорама», группа «Здравствуй, песня» Василий Савченко и Наталья Нурмухамедова. Заходите на наш сайт, звоните, мы всегда рады слышать вас. Будьте здоровы и счастливы. До встречи в «Панораме».